здравствуйте меня зовут евгений я стою посередине своей пленочной теплицы огуречника которую построил в апреле этого года сегодня 10 июня огурцы уже сравнялись со мной в росте сегодня расскажу как я ухаживаю за огурцом и как их черенковать как получать клоны растения с помощью черенкования но как я это делаю вот неделю же я собираю огурчики 1 здесь меня черная пленка постелена вот так все это выглядит в мае ночи были холодны были заморозки пару раз было минус 7 поэтому обратите внимание в центре и ближе к печке огурцы чувствуют себя получше не более высокие с краев где ближе к пленке огурцы пока небольшие потому что они испытали сильнейший стресс тепла от печки не хватало я надеюсь что они догонят в росте чтобы здесь можно было ходить поливать собирать огурцы за огурцом нужно ухаживать он растет достаточно часто это три огурца на метр и раз в неделю периодически вот то есть я веду в один ствол появляющийся вот этот из межузли пасынки нужно обрывать маленькие постоянно вот ну бывает что пропускаешь и вырастают достаточно пасынки большие вот видите здесь огурчик завязывается если все оставлять то здесь нельзя будет ходить берем острый нож лезвия срезаем эти пасынки вот так он выглядит их можно укоренить сейчас вот 10 июня очень много народу на рынках ходят и спрашивают огурцы рассаду огурцов она практически всех закончилась вот я подумал что я могу укоренить рассовать по стаканчикам и продать вот у меня в руках черенок почти готовый что нужно сделать для того чтобы он лучше укоренился нужно избавить его от лишних листьев и завязи вот то есть все цветочки которые на нем есть мы просто отщипываем этот лист мы тоже удаляем сейчас отрежу ножом его а вот этот верх небольшой лист до середины просто обрежем сейчас покажу как будет выглядеть уже готовый черенок ну вот вот так примерно выглядит готовый черенок то есть косой срез внизу поменьше листьев и отщипнуть все цветочки и ставлю я просто ведерочка черенки куда капнул капельку эпина стимулятора для растений он и корнеобразования тоже способствует начали укладывал в такие вот баночки все а потом мне пришло в голову что можно как-то они просто постоянно как-то падают и когда их здесь много они начинают гнить что можно как-то их разделить друг от друга чтобы они на свободе укоренились и пришел к такому решению сейчас покажу и так я взял два листа пенопласта насверлил в нем дыры большим сверлом хотя сейчас думаю что дырки можно было сделать еще побольше в шахматном порядке носовал туда вот этих черенков и вот уже дней пять они плавают у меня в старом бассейне заброшенном откуда мы берем воду вот так это все выглядит видите что то они себя превосходно вот начали уже образовываться корешки крышки вот там где корешки есть сейчас я буду вытаскивать и просто по стаканчикам рассую и пролью и будет готова рассада огурца вот я уже надергал готовых черенков видите какие прекрасные корни сейчас просто рассую их по стаканчикам чтобы корни в дальнейшем хорошо развивали в стаканчиках земля должна быть рыхлой у меня здесь смесь торфа перегноя и садовой земли если черенок длинный то я укореняю его в большом стакане просто ставлю и насыпаю сюда земли а если черенок короткий то в маленьком стаканчике ну вот все хорошенько проливаем огурцы в стаканчиках дня три они вас тут посидят корешки разрастутся и ту рассаду можно уже отдавать людям я честно предупреждаю что это посажено не из семечек что это клоны клоны растения которое было посажено в конце марта то есть это взрослое растение единственный минус с такой рассады что она будет свести как отвязная просто нужно предупредить будет людей что вот все вот первые завязи первые цветочки нужно обрывать после пятого листа они уже будут давать полноценный урожай и конечно урожание будут давать гораздо раньше чем вот саженцы такого же роста которая из семян потому что это уже практически взрослое растение просто но маленькая ему нужно окрепнуть все что хотел вам рассказать спасибо за внимание тем кому это было интересно